всем привет с вами сергей проект по и рубрика книжные покупки давайте же посмотрим какие интересные новиночки я себе приобрел надеюсь вам будет интересно итак поехали начнем с первой книги первая книга эта книга которая вышла издательство фан зон вот такой вот у нее оформление автор джонс кальций и это третья книга цикла причем цикл мне очень нравится вы отзывы на первые две книги можете найти у меня на канале первый книг называется война старика вторая книга называлась бригады призраков ну а вот она третья книга называется последней колонии и это не финальная книга здесь нам на английском еще подсказывают как минимум еще три книги нас ждет но надеюсь тут все с правами хорошо и мы эти книги дождемся и так это прямое продолжение предыдущих двух книг и главные действующие лица те которые были 1 2 книги поэтому тут без спойлеров вам и не расскажешь сейчас даже зачитать что здесь сзади происходит вы будете знать чем закончилась там 1 2 книг тут есть зоя который мелькает во второй книги здесь и джон перри джейн саган и что здесь есть здесь есть противостояние против других цивилизаций здесь есть противостояние против корпорации которая скрывает и умышленно задерживает так сказать развитие человечества зачем и что они преследуют какие цели об этом всем я думаю здесь побольше расскажется будут наверняка интриги расследования вот политические какие-то дрязги ну и битвы битвы в космосе битвы на планете тут еще вот какие-то колонии которые тайком будет ну ладно не будем не будем спойлерс вещь толковая и скоро скоро будет прочитано что как раз в память еще свежие воспоминания 1 2 книги стопудово любителям фантастики обратить внимание это жаргон стопудово ну ладно едем дальше а чтоб вот как раз речь была получше надо читать русскоязычных авторов и вот смотрите какую хочу вам к нему сегодня показать это единая теория всего очень пафосное название но автор константин образцов и это автор который меня очень впечатлил совершенно случайно я прочитал его цикл там где красные цепи молод ведьм меня зацепила зацепила и речь автора как он вот пишет да то есть там красивые обороты ты прям погружаешься в эту атмосферу там было еще классно что такое смесь мистики и какого-то прям расследование каких-то данных там как раз и про молод ведьмы про знания оккультные всякие это было захватывающе интересно такое это как городской фэнтези что ли так можно назвать но мне короче очень зацепило читала как раз только только канал стартовал то есть уже много ли больше шести лет назад читалась и вот теперь я увидел что единая теория всего вышла я не знаю насколько здесь будет интересно если связь с предыдущими романами с предыдущим циклом я начал читать и начало довольно необычное что говоря даже интересное то есть тут главный герой от первого лица ведется повествование он едет в поезде рассказываю как раз таки мысли каково это в поезде вечером возвращаясь кого он видит о чем думает и знакомиться с тем кто будет с ним в одном купе и потом они в вагоне-ресторане присаживаться один столик и внезапно начинает говорить о правдивы ли наши воспоминания что было в прошлом а действительно не вы помните вот этого человека когда вы были маленьким ребенком или когда вы в садик ходили или в школу только начали ходить где эти люди помнят ли другие люди про это являются ли те воспоминания настоящими такого какая-то необычная концепция и потом начинается рассказ про 1900 насколько понимаю 81 год восемьдесят четвертый год ленинград закат великой советской эпохи буду читать но я вот вступление читал пока опять же ехал метро вы знаете мою привычку то есть я забираю с пункта выдачи книги как раз таки дорога в метро я так с некоторыми новинками таки ознакомлюсь по ходу но еще полноценно к чтению романа не приступил следующая книга точнее комикс уже прочитанную полностью и вам однозначно могу порекомендовать и я давно так не получал столько удовольствия от графического романа это не супергероика но тематика интересный так графиня кроули охотница на монстров по неволе смотрите главная такая героиня интересные какой здесь рисунок естественно были ставим на камеру я очень этим довольны этой истории здесь главная героиня она бухает она довольно скандальная по сути и вот во время новостей и так это все достало про эти новости сельские на рассказывать ее увольняет потом узнают что не совсем увольняю потому что все-таки у нее брат в телевидении работают у нее там связи какие-то есть но она этим не хочет пользоваться но суть не в этом суть в том что ее на попробуй веди спец-шоу там про ужастики для всяких гиков и что вы думаете она даже фильм там про фильм про ужаса надо рассказывать всяких и говорит вот так то фильм называется иди его представь будь только сама собой и что она делает она туда нашел начинать вести ну что вы там начинает там оскорблять всякими такими словами кто смотрит эти всякие фильмы и так далее что опять смотрите какой длиннейший фильм сейчас выходит но вам же пофиг мы все равно будете это смотреть потому что вам больше заняться нечем и там неудачник и это манера неожиданно заходит этот формат и у нее начинает расти популярность но в казалось бы ну такой сюжет что здесь что здесь такого интересного прикольно в том что она занимает место предыдущего ведущего до который здесь пропал почему-то она пытается разобраться почему он пропал начинает сталкиваться с чем-то паранормальным и оказывается что этот ведущий не так просто было да еще тут она впервые собрать им встречается с каким-то существом то есть пошла мистика пошло там типа франкенштейна даже с которым она будет сражаться но это круто к сожалению только очень быстро заканчивается я такой да да и что же что же будет дальше я такую омнику почитал я еще не вошу только-только вот я вот оторвался от чтения до дочитал до конца еще не смотрел не искал информацию будет ли входить дальше если продолжение вот но то что это вышло мне понравилось и я с удовольствием это прочитал и вот когда мне комиксы говорят какие вы классные интересные не супергерой к вот этот будет входить в список графиня кроули пока действительно очень зашло и на как будет развиваться история дальше но вот смело могу рекомендовать новый год начался у меня так сказать хороших комиксов хановших графических романов не супергеройкой читайте обратите внимание стоит недорого вот в рисунок мне понравился может быть кому-то покажется старомодом но зато атмосферный сама история классно вот такие комиксы я просто обожаю двигаемся дальше и подходим к издательству азбука азбука часто гость по сути мне даже есть чуть ли не отдельно даже книжные покупки издательства азбука да ну потому что хорошие вещи издают издают качественно бывает и брак конечно не будем идеализировать часто они на китатор зацикливаются или вот страдают переизданиями в нескольких серий там одного автора прям очень же много пересдают или мало новых имен открывает но вот зато уже если какого-то автора и он вам заходит зато можно точно получать удовольствие что последующий последующий сама выходит и вот как раз таки серии за big book где я очень много книг купил и про них рассказывал выходит романа к джей сенсома которого вы знаете про которого я уже рассказывал не очень шикарные исторические детективы однозначно у него на полочке вот вместе с накаманом да с его циклом промытью и это не фэнтези это как раз таки другому жанре называется роман зима в мадриде и это про 1940 год и там только-только гражданские волнения какие-то происходят тут я по описанию понял тут много исторических подумает вещей потому что даже концепция к ссылка как я литературу используются чьи там записи говорится про испанию сороковых годов в качестве переводчика британского посольства гарри бред по заданию британской секретной службы приезжают разрушены гражданской войной мадрид гарри должен ставить контакт с энди фарсайтом старым школьным другом который по данным британской разведкой занимался сомнительным бизнесом а подруга сэнди барбара клэр выполняет собственную секретную миссию пытается найти своего бывшего любовника пока что так все закручено ну написано что придет все к опасной игре судьбы переплетутся немалимы ведут к драматическим захватывающим дух кульминации роман во-первых необычно что совсем другом стиле да будет по сути повествование но так как мне нравилось как он пишет и в историческом контексте фиа фэнтезийным буду называть его да так и здесь я думаю тоже будет все хорошо опять же новиночка издана все прекрасно мне нравится даже вот и обложки даже то что тиснением классно сделано и ну и содержание мы из-за содержания тоже болеем мы читаем книги вы помните на не только просто их расхвалим и показываем покупочки мы зато называем себя нам мы поехали то дальше что дальше пока еще не придумал какую-то оригинальную мысль на хотела возьму следующую книгу следующая книга в серии выходит мир приключений если белая книга там притормозилась так есть белая серия притормозилась так есть выход вот стартанули такую серию тоже называется мир приключений но она считается иллюстрирована причем-то даже с цветными иллюстрациями тиснение есть до название название такой охотники на мамонтов автор эдуард шторг и особая изюминка то что здесь иллюстрации здальника буряна иллюстрации здесь много это возможно рассчитано на подростков там на юношескую какую-то категорию но мне кажется что и взрослым это вполне интересно я вот уже начал читать это про доисторические приключения это по сути про борьбу там идти тут даже вот рисунок показ подсказы с мамонтом то будет и выживание в сложных условиях посмотрите сколько здесь будут иллюстрации там буквально ну постоянно листаешь будут там и мамонта можно посмотреть как его видит зданий бурян тут и какие-то не так много диалогов естественно здесь просто вот текст идет там как выживали я думаю что там сильно общались сидел у костра доисторические люди вот но есть несколько вставок со цветными иллюстрациями тоже должен вам показать вот но посмотрим почитаем короткие такие вот главы опять же большие довольно отступы и крупный шрифт поэтому прочитываться будет очень легко объем не не слишком тонкий я что-то опасался что эта серия будет найти такие тоненькие тома выходить вот на типа и нет блайтон про сыщика помните я покупал там же тоже иллюстрированную я послал чтобы такой же формат когда заказывал лишь в интернете заказывал но приехала все нормально стандартный размер вот поэтому буду читать и получать удовольствие и от просмотра картина кисть собственно по тексту до этого кстати я ничего не читал оторга шторха и вроде бы уже анонсирован еще один роман а тут еще издают томека вот я еще хочу это миг потому что я в детстве подростком точно читал его приключения стране кенгуру там еще какие-то и надо будет себе прикупить но пока что-то по хорошей цене не нашел как-то там где я увидел где покупал раньше быстро разобрали и что-то как-то не не дождусь я вот когда он опять появится в продаже поэтому я думаю мир приключений иллюстрированный будет еще в покупках мне мелькать и довольно часто ну что и финальная книга финальная книга увесистая она как раз таки по толщине как наверное 2 2 предыдущие книги это тоже серия the big book у азбуки это переиздание потому что он выходил уже в таком в таком оформлении в двух томах я тогда не успел себе прикупить и вот дождался что теперь он вышел в переиздание опять же все классное тут по оформлению это гэри дженнингс и произведение называется путешественники рассказывает о приключениях марка пола и тут цитата приводится интересно что когда уже старик марка пола на смертном одре ему говорят что все уже пока ты ж только уже понапридумывался их небылица где-то побывал и он сказал воскликнул встал и воскликнул что я и половины того не рассказал что я видел на самом деле и вот эта книга как раз таки нам позволит заглянуть что же там каким он видел мир те года до когда вот это путешествие было знаменитая которая расширила до границы человечества и всегда такие интересно мне читать приключения ведь я и доисторически хочу посчитать и чуть позже эпоха и современные приключения читать интересно когда люди открывают для себя что-то новое путешественники вообще такие люди которые идут в неизведанное которые идут с риском для жизни но с чистым сердцем до что-то сделать хорошие людей хотя возможно да у кого-то кто-то путешествие особенно тогда наверное шли когда открывали новые земли чтобы там больше денег что-то там заработать а кто-то шел именно по духу то хочет путешествовать открывать для себя новые земли себя испытывать это всегда круто если еще написано все будет очень хорошим языком я думаю много вечеров я проведу путешествие вот по и открывая земли совместно с марка пола и что он там видел с кем встречался какие были приключения я думаю это достойно внимание вот такие мне получились книжные покупки мне кажется очень шикарные книги по выходили и вы эту радость со мной разделяете если не знали что что-то вышло во я вас заинтересовал берет в магазин покупаем это все и радуемся и читаем и потом обсуждаем на трансляции или видео где я оставляю свои отзывы на что я собственно вам рассказать вы так все прекрасно знаете не забывайте только подписываться на канал ставьте лайки оставляйте комментарии это всегда полезно для продвижения канала читайте хорошие книги а с вами был сергей проект по пока